Что есть поэзия? Вид редкого недуга, наказание или награда от Господа? Болезнь прилипчивая или лекарство от всего этого? Стихотворец трудится для спасения своей души в этой метущейся жизни. И не только в защиту себя. Он верит, что слово его спасет мир от бурь и потрясений. И если не заслонит человека от невзгод и бед, свалившихся на него, то хотя бы его утешит. И так это было всегда. Поэзией двигала вера, доброту и милосердие. Поэт и музыкант всех ближе к небу и Богу. Я процитировала вам слова знаменитого русского писателя Виктора Петровича Астафьева. Сейчас мы предлагаем вам литературно-музыкальную композицию, у которой три автора. Называется эта композиция «Параллельно». Авторы Виктор Ромас, Нина Нигулина и Анатолий Бережуги. Виктор Евсеевич Ромас, ветеран сочинского здравоохранения, врач-рентгенолог, музыкант, композитор. Сегодня будут звучать произведения, написанные им самим. Это авторские его работы замечательные. Он лауреат краевых фестивалей и конкурсов солистов-вокалистов. Нина Васильевна Никулина. Известная сочинская журналистка. Замечательный поэт. Член и председатель городского Кушкинского клуба. Член Союза писателей России. И Анатолий Афанасьевич Пережогин. Автор. Тоже стихот, который тут будет звучать. Это гость наш из Москвы. Он профессор. Кандидат, значит, физико-математических наук. Профессор Московского государственного открытого университета. Член Союза писателей и переводчиков России. Вот. Назвала вам все их титулы. Ну, в поэзии. Нины Васильевны Никулиной и Анатолия Афанасьевича. Есть много общего. Почему они назвали свою программу «Параллели»? Надо вам сказать, что познакомились они в нашем музее. И, ну, это так сказать, физически они познакомились. Он уехал в Москву. Они стали переписываться. И обнаружили в стенах друг друга удивительно много общностей. Много параллелей. И вот так и появилась мысль создать такую вот литературную композицию. Ну, а когда присоединился со своей музыкой и композитор Виктор Ромас, получилось такое замечательное шоу. Такое литературно-музыкальное действие, которое мы сейчас и представим вашему вниманию. Итак, мы начинаем. «Параллели» 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 Есть в нашем городе один волшебный дом. Витает музыка в волшебном доме тома. Она здесь поселилась изначально. Она хозяйка здесь. Не бой случайно. Прислушайся. Покажется, она царит здесь, даже если в доме тишина. Ты тут во всем найдешь ее приметы. Прислушайся. Заговорят портреты. И замелькает средь теней снегурочка, разина, соловей вдруг разогрет блестящие лады, Даря сердцам надежду и охрану. Я в этом доме. Я в этом доме вхожу, как светлый храм. Торжественный настрой боюсь нарушить, Чтоб музыка свою очистит душу, Чтоб мир до нового вдруг озарился нам. Блажен, кто посетил сей дом, Его счастливые мгновения. Здесь сохраняет каждый дом Следы былого вдохновения. Из окон моря, пальмы, лес, О, память, множество чудес, Вещица бережно хранимых, Для душ возвышенных, ранимых. И в лицах, что глядят с портретов, Горит нетленный мягкий свет. Следит налет пустых наветов, Получите простой ответ на свой вопрос. Жива ли Россия? Березка мель она красива? Мы сможем возродить ее? Или все погубит воронье? Как будто бы объятья друга, Здесь живописная округа При встрече поджидает вас. Здесь пламень духа не погас. Прошу вас, убедитесь в том, Блажен, кто посетил сей дом. АПЛОДИСМЕНТЫ Уж нет ее в цветочном хороводе, И все бледней, Зеленая волна деревьев, Тра, и словно ферина, Туман под ними чаще проплывает. Но не угасает Латановой аллею красота. И хоть порой ворону спадают листья, В их шорохе и в шинности, Как в жизни живет надежда и живет мечта, Весна вернется, вновь придет весна. Напротив по его окна верхушка дерева, Копна зеленых листьев и ветвей, Зовут все ветер, пой и вей. Причудливо ночной порой колышет Ветер листьев рой, Качает ветвь и говоря, Лети со мною за моря. Гуляют тени по двору, Сменив до утра детвору, Тишит, друг, где-то стукнет дверь. Все хорошо, мой друг, поверь. Блестят среди листвы над крышей Глаза небес. Нет счастья выше, чем видеть Этот дивный свет. Мы швем тебе Любви привет. Еще вчера стояла тишина. И дать морская так было видна. А нынче шторм бушует и ревет, И как шрама на бубен в берег бьет. Бывает день, как светел и хороший, И непогоды ты совсем не ждешь. Друг грянет гром, но волния сверкнет, И туча застилает небосвод. Свежий ветер с моря Налетел на сушу, Мягко выдул горе, Успокоил душу. Он поведал полю О свободной жизни, Как живут без боли, Слез и укоризни. Свежий ветер с моря Обивает сушу, Потемнеет горе, Я теперь не трушу. Перед жизнью вечной, Что судьбой взорется, Свежим ветром встречным Путь бескрайний бьется. Нет лучшей музыки, Чем дождь. Он налетит, когда не ждешь, И на окне свои следы Оставит капельки воды, Релюдию, сонату. Все ж исполнит Звучно-берзкий дождь, И даже зазвучат тогда От струй летящих провода. Повсюду буш Блестит слюда, Промотлит город. Не беда, так благодатна иногда С небес летящая вода. По лужам босиком бежишь, И слушаясь так-ка-то крыш, Труп подосточный ловишь мощь. Нет лучшей музыки, Чем дождь. Умыло в сумерках стучит Дождь по зонту, Стук каблуков моих звучит, Домой иду. Лишь только свет, реклам и фар Блестеть все мрак. Но нет прохожих, нет упад, Пустует сад. Пустой трамвай один Плывет сквозь темноту, Рекламный мир горит, Зовет схватить мечту. Но я напомню о мечте Тех, кто в пути, В тиши домашней, в теплоте, Уют найти. Любой богат, коль это есть, И я сквозь тьму, Знаком ли благая весть прохожему? Коснулась клавиш легкая рука, А музыка ждала касание это. Она, как птица, вырвалась из клетки И поминалась свободно и легка, И как весенний первый майский гром, Так музыка наполнила весь дом. Она искрилась, пенивалась, Звучала, и жизни казалось. Началась сначала, и радость в сердце Снова молодого. Сквозь хаос разных звуков и шумов Провезался божественнейший шумом, И подарил нам говор моря шумный, И шум листвы, и водный шум ветров, Как будто в этот незабвенный миг Вновь свои песни пела, плава миг. Но дальше, дальше музыки полет, Смешались мне надежды и тревоги, Вот хор звучит, а вот орган полет, А вот хорал торжественный ведет, Указывая нам дорогу к Богу. Звини же музыка и наполняй сердца, До дунышка, до края, до конца, От легкими перстами оживай, Чтоб на земле на миг увидеть рай. Музыка льется, журчая, играя, Сердце то рвется, то ждет, замирая, Сладостной песней мотив подхватив, Я восторгаюсь, вот здорово, жив! Музыка льется, журчая, Музыка льется, журчая, Музыка льется, журчая, КОНЕЦ 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 Или растущим в траве голубым гостепом В старый сад заберешься, Обгитой густою, с книгой, С путьником вечной всей жизни, В мир чудес унесешься крылатой мечтою, Под немолкнусь и шум беспокойных ветвей. Все в природе говорит, Все кругом себя дарит, В небе светлых облаках, Ветерок, что льнет слегка, Шелест листьев, знойный день, освежающие тени, Брызги призрачной росы, Изгиб речной косы, Росыпь полевых цветов, Дуги радужных мостов И мелькание столбов вдоль дороги меж хлебов, Запах дикой землянии И купающихся крики красодайших полей, Темнота ночных аллей, Рут блестящий при луне, Множество пятна в небе, Золотая чаша осень И озер чистейших роси, Сахарный пушистый снег, Лошадей изящный век, Ясный свет ночной звезды, Вновь цветущие сады, Вкус свежайшего варенья И майор стихопария. Бывает неожиданно, Чаще сезам, откройся, Повторяйте чаще, Бывает, открывается сезам, Бывает день-то примитивный, Просто, просто цветный, Вот просто чьи-то руки, Сосновый пор, Запорошенный плес, А в мире нет Ни дары, Ни разлуки, Бывает, словно жажду талить, Пить хвойный гост С радостем и терпом, Вести стихи И скротиком, и ветром, И дай нам Бог Об этом не забыть. На берегу реки, Весущей плавно водой, Чудесно наслаждаться Летним днем, Сливаясь с первозданностью Природы, мы понимаем Остро, что живем. На снежный ветерок Своей рукой треплет, Ласкает солнце Светом и теплом, Птиц трели радует, Простор объемный, И не тоскует сердце облом, Печали нет, А есть мгновенье рая, Внимать приветным Колыханием травы, Пить ароматный воздух, Припадая В безмерном пространству Синевы. Отчего я люблю тебя, Зыбкий туман, Как прекрасный огня, Как забавка, Как чудо. Ты ложишься ночами На лица полян, Все плывешь И плывешь Никуда, Ниоткуда. Растворились деревья В таинственной мгле, Силуэты нечетки, Неясны предметы, И как будто На чудных полотнах, Моне, Все пронизано Зыбким, Трепещущим светом, Словно вдруг Опрокинулся Звездный поток, Лечный путь Пролился Из серебряной дали, Сквозь таинственных вен, Чуть мерцали Под стоп, Как холодный огонь Драгоценным опалом. За горами, За долами, За туманными волнами, Есть прекрасный мир мечты. Кто об этом знает? Пик! О, Моле Гаграх, Беле Гаграх, И пел Сталинный пакефон. Музейного их теожавра Напоминал собой он, Но мы царствуем любили, Он ему по молодости пел, О, Повечок из Пикадили Для них сарапельно хрипел. О, Моле Гаграх, Беле Гаграх, Иду, Прибрежной полосой, И песенки забытых Бандов, Натив, Все крутится Простой, И я взгляну, Как пелось, И даже был копыт А швы, И мне б хотелось, Мне б хотелось, Вот так же Вырази тот миг, Когда в горах Туман блуждает, Скользи тот тихо, И быстрее, И прихотливо оседает В кудряных шахтах тополей. Как серебром волна Искрица, Как будто дорогой ков, Как над жаровнями Крипса Томящий запах шашлыков. Кавказ, Кавказ, Твои дороги Куда-то ввысь, Кардан, К богам и осликов, Простые дороги, Горат затерян и дурхан, Твоих речей, Кардан, Гартан и клёпок, Твоих ночей, Любовный шёпот, Твоих страстей, Извечный плен, И крепостей, Старинный плен. О, Молит Гавра, Берег Гавра, Змеёй на камень Плнёт лоза, На Тихаринский Синогавра, Лоса, Как белая слеза. Силуэты пальм В бликах фонарей С блёстками в прическах После дождя Оживляют память Чувства острей Образы минувшего На меня глядят Ожидание счастья Игра фантазии Грёза возлюбленной Как в кино Спасают От массовой Эвтаназии Хоть, кажется, Было всё Так давно. Ожидание счастья Эвтаназии Эвтаназии КОНЕЦ 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 Следующее стихотворение посвящено моей подруге, которая сейчас живет в городе Нью-Йорк, вместе работала в своё время, в одном кабинете сидела, и она недавно приезжала. И вот это стихотворение, как бы память об этой нашей последней встрече, ну, встрече, ну, не последней, конечно, но прошедшей, недавно встрече в Чернезеркале. О, друг мой зеркало, скажи, открой секрет, что красота, да временный, случайный. На это зеркало, задумавшись, в ответ сказала, что ж тебе кровь эту тайну, ты знаешь, нет природы ничего, чтоб было дурно или безобразно. И солнце светит в ночь, и дождик льёт, всё целесообразно. Сменит весной поток, покров снегов безбрежный, сменит румянец ещё, таинственная бледность. Ещё поёт душа, хоть нету прежней силы, изысканней стал, теперь твой облик милый. И пусть легли у глаз морщинки, паутинки, и падают порой слесни с твоих слезинки, не время просит нас, а мудрость и усталость, что от минувших лет наследство нам досталось, и тёплый, тихий свет, и нежность, и сердечность. Вот прелести твоих секретов, он при тебе навечно. Все знают вроде, молодость прекрасна, хотя цветёт она порой напрасно, смесь комплексов, стремление к свободе, всё это для любви, конечно, в своём роде. Но может зрелость комплексы разрушит, к себе притянет счастье? Лишь за душу. Ведь нужный опыт, сын ошибок трудных, запрет шагов свободных, безрассудных. Так значит, птицу счастья не поймать? Смотреть кино, вином вину снимать? Или болезни с возрастом скопить? Жизнь чувствовать, лишь что-нибудь купив? Да, так и есть. Да, так и есть. Морчится с годами кожа, глазами на звезду душа похожа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот уже растели сомнения, от сердца отлетела тихая грусть. Друзья поэты, ваше вдохновение не круг спасательный, и за него держусь. Когда тонешь в идейской луже грязь пустых словесных хищений, то порою кажется нужен круг спасительных восхищений. Когда трудно бывает спорить с ветром, скалами и волной, нашу встречу хочу ускорить и прошу тебя, будь со мной. И когда, обнявши друг друга, мы несемся в широком просторе, то тела подобия круга нас спасают в житейском море. Нужен всем спасательный круг, близкий, искренний, верный друг. Время летит, беспощадные страницы и старые, Морая летит, беспощадные страниц, Почему? Посвет забывает. Забывает. Субтитры подогнал «Симон» 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 То отступаю, победил, Но под струнью золотой Уже на камере и на дно. Что ты надела за мной? Скажи, испанское имено. Движения в согласии легки. Пусть полной жизни Мощные толчки Проникнут в сердце, Превращались в звуки, Когда, сцепившись словно в танго руки, Хотят поведать о любви друг к другу. Всех, как танцоров, Жизнь ведет по кругу. Страдания, счастья, ревности, сомнений, Вины, обид, надежд и сожалений. Смерть не способна жизни Свет затмить, сметет приконы. Тоненькая нить, что связывает Каждого с другим, Особенно с любим, дорогим. Границ и страха Нет у понимания. Несет свободу Полное внимания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 У нас же ведь все то, что в сердце спрятано искусно. Коэзия, летучая волна, всегда свободна и всегда война. Размеры, рифмы, ритмы, все не в счет, когда душа таинственно поет. Душа поет, о чем бы ей ни пелось, Когда позволю то, что так хотелось, Вдруг перестать за телом, падать ниц, Расшириться без всяческих границ, Дать выход всем словам и откровениям, успехам, Неудачам, прикрешениям, негодованию, радости, печали, Что дни текущей жизни размечали, И следом к телу хочется летать, Места больные счастьем залатать, Расстаться с грузом повседневных дел, Что приковали к скалам столь котел. В гармонии живут душа и детям, И просто дел, что она хотела. Есть миг, что мечта не опутана, Тогда, наяву или во сне, Счастливо эту минуту, Светаются музыка ко мне, Не сыщешь нежней и прелесней, Чем их хоровод озорной, В невесте несяц под невестья, Беседуют миром со мной. Их дружеской лаской согрета, О, как оживает тогда, Ведь он почему-то поэтом, Они называют меня. Мне музы, шалуни, резушки, Сойдет же порой благодать, Свои подарили игрушки, И весело мне в них играть. Открываю объятья, как шлюзы, Чтоб наводнить пустыню, Хороводом портают музы, Растягивая для стихов простыни, Я радуюсь возникшему стиху, Как проблеску средь хаоса и мрака, Как по весне рассветшему цветку, И как освобождению от страта, От страта смерти. Все мы в ожидании, Но что же смертное? Наше естество? Нет, оно разлито В мироздании, И этот миг Бессмертие торжество, Я набираю ритмы, Словно бусы, Чтобы затем тебе их подарить. Не знаю, хватит ли на это вкуса, Но так хотелось Миг тебя любить. Любить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь в параллели, по-моему, замкнулись, слово из слова. Еще вспомнила Фазилия Искандера. Он говорил, что оттенки – это лакомство умных. Вот мы сегодня наблюдали, да? Эти оттенки – это удивительное, поразительное лакомство. Двух очень умных, тонких, душевных, поэтически настроенных, настроенных на поэтическое восприятие мира людей. И мне бы хотелось вам, Батвин, подарить стихотворение Ахматовой, потому что мне кажется, что так у вас тоже что-то рождается. Бывает так. Какая-то истома, в ушах не умолкает двое часов, вдали закат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, не чудятся и жалобы, и стоны. Смыкается какой-то тайный круг, ибо и в этой песне шепотов и звонов встает один, все победивший звук. Так вкруг него неповторимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по траве идет скоток и лихо, и вот уже послышались слова, и легких ритм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежной тетради. Я научила женщин говорить, ну вот, что их за ног? Часть зарастает? Вы совремейте. Значит, благодарность за такой теплый прием. Это касается не только сегодняшнего дня, а всех дней моего присутствия в гостях у творческой интеллигенции и этого замечательного города, и не только гостей этого города. Прочитаю оду. Мы, те, кто мечтают мечты и музыку создают, заложники красоты, кто песни добру поют. Мы, те, кто лежат в веках в глубоком прошлом земли, кто глыбы таскал на катках и в море водил корабли, кто старое, отметая от вдохновенья бел, с кем айсберг печаль, кто, кажется, слаб и не смел. Бросает нам отблеск луна, мир давит подобно прессу. Мы в душах людей весна, мы двигаем их к прогрессу. С простою песней возводим, великие города. К триумфу славы приводим империи. Так всегда. Пусть тот, кто захочет блеска, корону себе достанет от времени нервного блеска. Империи опять не станет. У каждого века мечта смертью своей возгордится. Но нас привлекает так, что жизни дает возродиться. Браво, мастер! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наш дом просто притягивает как магнитом к себе талантливых людей. Правда, правда? Наверное, это вот аура Барсовой так действует. Великолепные талантливые килиции. И вот Ирина Васильевна Никулина, и Анатолий Афанасьевич Передокин, и Виктора Сельщики, и Ромас. Это же такие звезды, такие таланты, такие яркие личности. Ну, мне очень приятно, что они поделились с вами своим миром, а вы так ловили этот мир, вы так это впитывали, вы так слушали замечательно. Ну, а все, заканчивайте когда-то, и наш вечер тоже закончился. Я благодарю всех за внимание. Приходите к нам еще и сейчас одни украфы. Вечерний Сочи для макспортал.ру Творческие параллели нашли московский и сочинский поэты. 3 апреля в музее Дачи Барсова состоялся музыкально-поэтический диалог Нины Никулина и Анатолия Пережогина. О Творческом Союзе известная сочинская журналистка и московского физика в следующем сюжете. Музей Дачи Барсовой, которому январе этого года исполнилось 25 лет, во все времена оставался местом, где собиралась творческая элита курорта и России в целом. Вот и на этот раз в доме известной русской певицы встретились три талантливых автора. Композитор Виктор Ромос и поэты Нина Никулина и Анатолий Пережогин. Очень часто у нас регулярно проходят музыкальные и поэтические встречи. Знаете, я заметила, что этот дом притягивает талантливых людей. Вот так познакомились у нас именно в музее герои сегодняшнего вечера. Творческое знакомство поэтов произошло на одной из таких литературных встреч в музее Дачи Барсовой. После этого поэты несколько лет вели интернет-переписку, обменивались стихами. И в один прекрасный день обнаружили, что в их творчестве много общего. Друг чувствуем, вот заметили, что у нас много общего. Как бы, представьте себе, мы живем так далеко друг от друга, он в Москве, я в Сочи. И тем не менее, одинаковые чувства, одинаковые какие-то мечты, одинаковые даже иногда планы. Это не первое совместное выступление сочинской журналистки и московского физика. Однако выбрать произведение для литературно-музыкальной композиции и параллели оказалось непросто, признаются поэты. Перед этой поездкой, когда я подумал о совместном выступлении, я вдруг ясно увидел это. И когда мы готовились к нынешнему спектаклю, то трудность была в отборе материала. Этих параллелей оказалось очень много, и они просто не вмещались в программу спектакля. Поэтому, возможно, следующие варианты этого спектакля будут уже другими и по тексту. Следующие музыкально-литературные встречи поэтов состоятся уже в Москве. И светит мне сквозь ночь неутомимо, Заветной улицей полярная звезда. И вот уже растели сомнения, От сердца отлетела тихо грусть. Друзья, поэты, ваше вдохновение не круг сказательный, и за него держусь. Яна Калюшова, Дмитрий Говорков, Вечерний Сочи.